Волгоградская 3. На площадке несколько желтых, синих, зеленых и, казалось бы, небольших черных контейнеров. На самом деле это новый тип мусорных баков. Такие заглубленные контейнеры рабочие называют бочками. При всем своем небольшом виде они крайне глубокие. Главный принцип – отходы хранятся под землей в специальном объемном мешке. Это экологично и удобно. Но для того, чтобы разместить на площадке такого рода контейнер, должны быть и соответствующие условия, в том числе и для проезда специализированных машин. День наш начинается с 8 утра до 8 вечера. Работаем два дня через два. Два рабочих, два выходных. Начинаем сразу объезд. Берем черного цвета на такого контейнера. Потом ездим, собираем вот такие вот бочки заглубленные. Сегодня у нас 61 бочка на сегодняшний день. Это у нас как раз на три загрузки. Чаще встречаются площадки, где уже есть знакомые контейнеры. У каждого из них своя цветовая система. Зеленые для бумаги, синие для стекла, желтые для пластика. Количество контейнеров на площадке зависит от количества людей, проживающих в близлежащих домах, а также от того, насколько проходная улица. Подсчитано, что за прошлый год благодаря таким усилиям от жителей города собрали порядка 400 тонн бумаги, свыше 800 тонн стекла и 700 тонн пластика. Есть у нас и наземные контейнерные площадки, которые, в принципе, преобладают. Их порядка 320 совмещенных контейнерных площадок. Есть отдельно стоящие контейнеры. Есть отдельно стоящие контейнеры ВМР еще. Но работа нацелена на то, чтобы все контейнерные площадки были именно совмещенные, для того, чтобы повышать уровень раздельного сбора. А практика показала именно, что при монтаже емкостей и обустройстве контейнеров для раздельного сбора существенно увеличивается процент раздельно собранных отходов. Объемы растут. Организуются на площадке места для крупногабаритного мусора. Их сейчас порядка 45 в городе. 30 стационарные, а 15 имеют скользящий график. Все уже в планах увеличить количество таких мест до 100, так как они тоже востребованы у населения. Наряду со сбором на контейнерных площадках у нас работают приемные пункты. Они работают ежедневно с 8 до 20. Там эти все вещи принимаются за определенную плату. То есть люди привозят им платье за это. Также есть передвижной приемный пункт, который можно в принципе вызвать и приедут к вам непосредственно и заберут. Тот же холодильник, телевизор. А вот, телефоны и непосредственные контакты у нас расположены на электронном ресурсе. БМПЗ БАЙ. Любой желающий может дойти на вкладку к клиентам, найти всю необходимую информацию. Раздельный сбор мусора – практика, которая активно укореняется в нашей стране. У этого есть как экологические, так и экономические выгоды. Но вместе с тем это тот случай, где многое зависит от самих людей. Бумага, бутылки, пластиковые. Потому что так надо, нам так положено. А что ж тут все кидать в кучу? Важно, потому что обращать работу заводу. И, ну как для экологии, то что для переработки можно. Ну так, что типа все выводить на полигоны, ну сразу со всеми отходами. Особое внимание и к знаковой системе на самих специализированных ящиках. Они указывают на то, что выбрасывать легко воспламеняющие отходы нельзя. Контейнеры могут загореться. Подсчитано, что таких случаев бывает порядка 15 в год. В начале 2023 года их было уже шесть. Поэтому внимание к раздельному сбору мусора и ответственность – это то, что напрямую зависит от самого человека. Продолжение следует...